что касается начала да немного немного иное немного интересное было начало то есть обычно голландцы формируют формировали тройку используя левого защитника аки да то здесь оба низких центра его низких крайних защитников было давай скажу можешь сам показать могу я те ассистировать обычно 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 вот так они расставляются до что три защитника и причем как бы они не используют тройку вот так не обязательно на вот так иногда аки может в позиции левого защитника остаться в начале турнира у них даже да 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 как бы с пропуском играл и кстати швейцарцы тоже с пропуском играли джонер даст через зоммер играли у них большая большого тут расстояние было особенно в первом тайме и англичанам было легко давить на это а тут у них у них получилось так что они играли даже это получил получалось вот так самом начале матча 4 низкие 4 низких защитника оба крайних защитника низких и депай в позиции ну если можно так назвать и десятки в ромби и максимально широкие фланги это сдерживал фланги сдерживала оборонительных игроков английских и так как англичане тоже были ориентированы по большей части один в один то когда мяч приходил к раннему защитнику сюда возникал вопрос кто вы выдвигается в этого игрока это выдвигается крайне нападающие выдвигается восьмерка иногда это выдвигался латераль и всякий раз получалось так что думфрис оставался свободным и мог либо через игру на третьего либо через через малина сыграть на симонса либо даже через депай сыграть на симонса и достаточно легко голландцы могли выбираться другое дело что вот этот вот похожий план был у голландцев в матче с австрией в группе и тогда в этой позиции играл гертрио это который просто больше привычен к позиции низкого защитника и ему эти передачи легче давались вот эти передачи связующие между линиями сразу легче давались до думфрис все-таки игрок который мы более линейный да и он больше играл сразу вперед сразу за спины они в итоге так и забили но смысл был именно таким что думфрис оказался с мячом в этой позиции все продвинулись по полю оставая оставалась низкая четверка у них все продвинулись по полю думфрис был в низкой позиции ему не его никого было встречать никому было встречать дал в глубину они забрали подбор и это был хороший план но я думаю что именно из-за того что думфрис так используешь и из-за того что голландцы забили быстро быстрый гол надолго этого не хватило и потихонечку голландцы мяч отдали англичанам мне кажется вообще да можно сказать что пока англичане шли в прессинг это был интересный план но ты как раз таки не случайно указал именно думфриса по идее два крайних защитника яки думфрис могли ситуативно оказываться свободными но чаще оказывался именно думфрис и это кажется уже английскими акцентами то есть беллингем который оборонял эту зону он его более охотно оставлял свободным чем вход он который эту зону оборонял так что в целом вроде как тут какое-то преимущество намечалось но все равно намечалось пониманием что плеймейкером первой стадии станет игрок который ну не для этого предназначен мягко говоря так что нельзя сказать что это было прямо супер постоянным источником угрозы был в итоге пришел с этого хотя там видишь еще был пришел почему потому что как бы у англичан оставалось два игрока из то что три верхняя тройка подсаживалась иногда пятерка до остановилась тут и центре поля оставалось три игрока если просто ты играешь длину и кто-то один здесь борется то тебя три против двух подборе и у них действительно получилось даже три против одного потому что майна тоже участвовал до рейсинге асака особенно до второго тайма первом тайме оставался против гагпоп вот в этих эпизодах поэтому да подбор не случайно выиграли нидерланды в том эпизоде потом симонс прошел и там уже конечно первую очередь чудо-удар круто очень попал слушай но и пранги на стартовом отрезке как бы это странно не звучало можно сказать что они относительно своего рисунка играют смелее и это тоже проявлялось в структуре в первую очередь но они и прессинговать пытались пускай вот с этими дырами которые ты описал но на стартом этапе именно пытались но и в структуре было все не совсем как обычно тут наверное нужно фиксировать давайте представим что тоже вот сборная англии номинальная номинальная схема потом постепенно они трансформируются форды биллингем тут обычно создают нечто нечто такое зона отчуждения вот здесь на на левом фланге где-то репьер да зона чем формально формально он поднимается высокую позицию держит ширину пытается и все такое это вот так и необычно действует в этом же матче было посмелее хотя бы потому что очень часто было тут не 3 плюс 2 а 3 плюс 1 допустим айн ушел тоже вот становиться дополнительным игроком в чужой опорной если майно оставался то мы могли наблюдать как walker идет выше выше а сака уходит в центр то есть количество игроков в самой самой начальной стадии которая так важна для того чтобы англия использовала мяч как инструмент обороны оно было меньше чем обычно и даже нельзя сказать что это было связано только с быстрым пропущенным голом поскольку какое-то время уже при счете 1-1 англичане тоже пытались продолжать так играть и даже казалось что это может создавать возможности в обе стороны и они более уязвимы были в момент потери и нидерланды тоже тоже могли скрывать но так не продолжилась весь матч у тебя вот есть объяснение что поменялось тактически либо дело в том что все боялись все боялись и просто на каком-то этапе стали делать слишком безопасные ходы я думаю что очень важная была была травма депая в этом плане потому что чуть чуть пришлось перестраиваться голландцам они выпустили фермана и тем самым окончательно заперсоналили игру в центре поля да и ферман и из хаутен и симонс или малин действовали персонально если оказывались на центральной оси и чуть-чуть вот раскрытый сценарий у игры получался после из-за того что голландцы не могли оказывать давление на райсе который спокойно за мячом приходил к центральным защитником легко разыгрывал был там с отрывом лучшим после первого тайма по количеству передач сделанных выполненных а голландцы не могли понять кто оказывает давление потому что симонс который часто оказывался в первой линии просто не слишком приспособлен к оборонительной такой работе малин наверное было бы малину это было бы наверное чуть попроще делать но часто получалось что малин и линию передачи на биллингем они могут раз закрыть их самого биллингема не выдвигался и райс просто в таких ситуациях кидал диагонали на сака и англичане очень легко в последнюю треть заходили в общем после того как вышел ферман вместо депая и запаялся центр весь центральный треугольник этот и англичан и у голландцев заперсоналился но игра потихонечку стала вымирать и помнят штанга была входа на перекладе до того как депай сломал телепосты вот примерно в этом отрезке между каркасом отхода на и замены депая игра потихонечку стала убирать центр стал совсем не живой вообще не живой получается вначале начали могли разыгрывать с более смелой структурой но после того как нидерланда окончательно за персонали в центре им нужно было чтобы хоть как-то удерживать мяч опускать все больше людей и поэтому впереди не хватало ну да то есть по крайней мере мы можем зафиксировать что само намерение пока игра не внесла свои коррективы у салгита в том числе у салгита и у кумана было более позитивным положительным потом они опомнились такие господи это же полуфинал чемпионат европы мы футбол играем нет ни в коем случае нужно нужно 60 минут заставлять всех людей спать слушай и получается понятное дело не только сама замена скорее вот все перестановки которые ты писал повлияли но вот . трансформации это решение кумана после того как депай травмировался нужно было делать вынужденную замену выпустить именно ферма на это само по себе необычно и это очень многих я там видел в чатике вызывало вопросы то есть как ты видишь что-то логику кумана он получается получил то что планировал либо не совсем так эта замена сработала но я не знаю нужно понять еще почитать что в итоге куман скажет по поводу замены малина на векхорста когда мы видели что депай не может продолжить игру я прикидывал примерно что скорее он выпустит центрального полозащитника чтобы просто симонса сдвинуть правее малина выпустить на в позицию депай в позицию нападающего и тогда бы ребус с тем что райс раскидывает мячи он решается сам собой потому что малень может оказывать давление в отличие от симонса а симонс оказывает оказывается там где три пьер ему ну просто не такая не такая уж и сложная задача оставалась оставалась в самом начале атак но он заменил в итоге и и малина выпустил векхорста конечно совсем другой более открытый характер был бы у матча если бы он просто напрямую заменил депай на векхорста это сто процентов но логика имелась особенно в том контексте что было понятно что они персоналят всю английскую тройку это имело после имело последствия и в первом тайме момент когда который был у кейна получился после того как рейнерс выдвинулся за фото нам персонале его на чужую половину поля для себя чужую половину поля и после того как фода начал бежать уже за спину рейнерсу рейнерс вот вот что значит игрок с ментальностью созидательный он просто запустил этот рывок и дальше уже не смог в подкате эту передачу прервать и пошла острая атака англии то есть как бы персональный персональное давление но имеет жесткие серьезные ограничения которые в итоге голландцев отправили домой потому что атака на второй гол это просто ода тому что нужно отказываться от вот такого вот такой персональной игры потому что там 30 секунд за 30 секунд до гола ван дейк показывал всем остальным защитникам выходите не надо на любое движение в глубину от англичан реагировать и сначала отвалился сначала отвалился аки за палмером нет за неважно за кем палмер получил как раз пространство принял мяч потом доврей побежал за откинсом хотя могу спокойно ему запустить чуть выдавить его в линию в диагональ и запустить в офсайт но и в итоге англия забила хотя два раза за 30 секунд ван дейк показывал надо не надо чуть повыше линия вот так вот болталась у голландцев в этом эпизоде